МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вадим Анатольевич, теперь расскажите, какие самые глобальные, ключевые изменения произошли в 2021 году при участии народных избранников? Ну, обычная работа, текущая, которая у нас всегда есть. То есть мы занимаемся, то есть мы приняли устав, мы приняли бюджет, мы принимаем изменения в устав, мы принимаем корректировку бюджета, которые важны тоже для нашего города. Все текущие работы, которыми живет город, все нормативно правые акты как раз занимается Дума. Ну, если говорить о знаковом моменте, в преддверии того, что на следующем году будут выборы Нижний Тагильской городской думы, Дума внесла изменение в устав части выборов депутатов Нижний Тагильской городской думы. То есть если последние два созыва у нас избирались по смешанным округам, то есть часть депутатов была от списков депутатов, а часть от список партий, а часть была по одномандатным округам, 14-14, то сейчас мы предложили и будем переходить на 25 округов, одномандатных округов. Ну, смысл я уже раз повторюсь. Значит, во-первых, это будет меньше округа, не как сейчас 20 тысяч избирателей, а 10, то есть люди будут ближе к избирателям, к депутатам, то есть возможность и контроля депутата, и депутатов работать с округом, потому что меньше будет школ на одном округе, меньше будет детских садов. Даже тот же депутатский миллион будет более такой консолидированный, более можно его тратить на конкретные школы и детские сады. Значит, важен то, что момент, что, допустим, эти же самовыдвиженцы на сегодня, для того, чтобы самовыдвиженцы выдвинуться на округе в 14 этих округах, 20 тысяч, то есть это надо насобирать 5%, ну, то есть очень большое количество подписных листов. И брак бывает, и так далее, и люди не проходят. Вот если будет округа меньше, то это, возможно, меньше. Кстати, нашу правоту отчасти поддержал даже новый проект закона об основах местного самоуправления, который вот буквально 16-го числа внес Павел Владимирович Хошенинников и сенатор Клишест. Значит, там как раз именно дан критерий о том, что в округах, вернее, в городах от 100 до 500 тысяч населения как раз будет 25 депутатов. То есть мы именно в ту конву, которая попадает под новый федеральный закон, попали с предложением о переходе на 25 депутатов. В рамках подготовки документов в связи с принятием изменений в Конституцию Российской Федерации, мы совсем недавно обсуждали закон, который касался полномочий субъекта в части осуществления публичных полномочий. И теперь вот буквально 16 декабря Павел Владимирович Хошенинников внесен новый закон об основах местного самоуправления. И 17 декабря мы его уже в ЗАГС Собрании обсуждали. Вы знаете, это действительно новый закон, это действительно достаточно много будет меняться и в работе Думы, и вот в выборах в том числе, и касающиеся изменения положения главы города Нижней Тагиев, в том числе там основание выборов поменяется. Поэтому вот на сегодня этот закон обсуждается в Государственной Думе, будет обсуждаться опять в субъекте, то есть и у нас в Свердловской области, и будет принят, видимо, где-то в начале года. И мы должны будем тоже в активной фазе, нам будет законодательное собрание, проводить законы, которые касаются муниципалитетов, потому что там у нас из порядка 30 муниципалитетов будет ликвидировано. То есть городские и сельские поселения, которые были маленькие, и там не нужны были вот эти, то есть они объединят их в районы, в муниципальные районы, в муниципальные округа соберут. Поэтому, да, вот здесь тоже есть с чем работать, и поэтому будем в следующий год работать с этим законом. Для того, чтобы нам к выборам уже подойти, к измененным уставам и с приведением ее в соответствие закона. Последние дни знаковой работы Думы – это принятие бюджета. Для нас, конечно же, это большая заслуга здесь главы, потому что мы понимаем о том, что его вот этими активными действиями и его активной поддержкой в области, его умением доказывать то, что надо для города, ну и, конечно, трехсотлетие города дало возможность, то, что мы перешагнули 19-миллиардный бюджет. Вы знаете, я помню еще в 2004 году, когда у нас был бюджет 4 миллиарда рублей. Ну, конечно, город достоин этого бюджета, мы достойны еще большего бюджета, потому что мы отдаем во все уровни федеральный, областной бюджет, мы отдаем более 30 миллиардов рублей, и нам возвращаются вот эти деньги уже, ну, большая часть в отношении, видимо, в виде субсидий, субвенций, но, тем не менее, это тоже очень хорошо, потому что, ну, я всегда говорю о том, что только слепой человек, либо злопыхатель не видит, что происходит в городе. Ну, то есть, такого, чтобы такое количество ремонтировалось школ, детских садов, новая школа, новые детские сады, общественные территории, вот новогонки, это хорошо. Приняли вот рекордный такой бюджет, 19 миллиардов, насколько они отображают потребности города, и на что вот главные цели, на что будут потрачены? Конечно, любой бюджет, даже самый большой, он все равно для нас маленький, все равно хотелось бы больше, и он еще будет расти, потому что впереди еще у нас, вот вы знаете, для главы, для нынешней администрации очень важно и очень знаково, то, что они не стоят и не ждут, когда им дадут деньги. То есть, на сегодня у города уже есть планы, есть проекты, есть согласованные сметы на еще строительство трех детских садов, на строительство новой школы, на строительство домотворчества на Галиянке, на строительство детского комбината на ВУИ, на строительство спортивного зала хорошего, то есть, на манеж новогонки, то есть, вот это все готово, как только нам федерация, область дадут деньги, то есть, мы готовы с этим заниматься и строить. У нас великолепно, что у нас есть свои подрядчики, у нас хорошие есть строительные организации, которые занимаются и ремонтами, и строительством, и дорожными работами, поэтому, ну, конечно же, очень важно, что впереди у нас вот эти все хорошие, большие работы, и дело будет продолжаться, и знаковый момент, что нас поддержал губернатор, и потому что опасались до самого времени, в том числе и в СМИ говорили о том, что дадут ли городу деньги на стеллу и на реконструкцию привокзальной площади. Эти деньги есть, это большие деньги, порядка 318 миллионов рублей, то есть, мы придем в порядок и привокзальную площадь, и будет шикарная стелла, которая будет достойно представлять наш город и говорить как о городе трудовой доблести. Вадим Анатольевич, в 2021 году депутаты также выезжали на выездные комиссии Думы. Насколько вообще важны вот такие вот выездные мероприятия для депутатов? Это действительно не просто ознакомительные экскурсии, это действительно выезды постоянных комиссий, потому что одна из функций Думы – это контроль за исполнением того же бюджета. И вот комиссия по бюджету выезжала на самый емкий, самый емкий объект – это наше строительство моста через Тагильский пруд. Это действительно знаковое событие. Вот мы буквально в ближайшие дни нас глава пригласил для того, чтобы можно было пройти уже по этому мосту, который уже практически соединились, наши берега Тагильского пруда. Поэтому для того, чтобы было понимание о том, куда пошли деньги, как они используются, как они по назначению, а здесь же тоже очень грамотно город поступил, когда действительно была критика достаточно такая, неконструктивная, когда говорили, почему вы деньги дали вперед подрядчику, почему значительная сумма ушла. А теперь все понимают, что если эта сумма не ушла, и если бы они не купили очень большое количество запас, то уже металла, а цены ушли за последнее время, то мозг бы был вообще под вопросом. Теперь все есть, теперь основные конструкции уже сделаны. Наши подрядные, субподрядные организации, то есть это Гилдорстрой. УБТ-сервис. УБТ-сервис название. И УБТ-сервис. Значит, они подготовили подъездные пути. То есть действительно есть все, ну если уже никаких не будет форс-мажоров, то есть, говорит о том, что до ноября месяца, а у них по плану они должны сдать мост в ноябре, то мост будет сдан уже к дню города, к юбилею нашего города. Поэтому мы выезжаем, комиссия по городскому хозяйству выезжала на мост, который на сегодня у нас под вопросом, мост по Циолковского. Тоже депутаты для того, чтобы понимать, почему подрядчик не доработает, почему нет необходимого, вот той динамики работы, которая важна для города. Потому что, ну, вы знаете, это очень важно, что вот город не встал в пробках. У нас действительно есть определенные вопросы, но тем не менее, под сделаны подъездные пути. И в принципе, ну, это не остановило город, хотя сложности будут и дальше, об этом говорит глава, потому что та же привокзальная площадь и продолжение ремонта индустриальной и так далее. Но мы делаем хорошее, важное дело. Город делает дороги. И поэтому, ну, вот без этих вот накладок, к сожалению, не обходится. В продолжении выездов, вот мы, вот как раз-таки ознакомительное, мы выезжаем на наше предприятие. Вы знаете, и меня поддержали наши коллеги, депутаты, и мы это делаем совместно с аппаратом Нижний Тагильской городской думы, мы выезжаем на наши предприятия. Мы были уже на знаковых таких предприятиях, на городообразующих, как НТМК и Уралвагонзавод. Я всегда говорю о том, что мы должны знать не только как распределять бюджет, но и как он зарабатывается. И находясь на этих предприятиях, видя, как они работают, и НТМК, и Уралвагонзавод, мы были и на Тагилхлебе, мы были и на Тагилпиве, мы были на тех предприятиях, которые создают именно наш бюджет. Поэтому вот это как раз понимание очень важно для депутатов и для аппарата, которые работают здесь. Девочки очень молоденькие, приходят сюда к нам прямо из школы, для них это очень хорошо. Вадим Анатольевич, впереди 2022 год. Какие задачи ставит перед собой Нижне-Тагильская городская дума? Какие планы? Ну, во-первых, планы обычные, обычные наши планы. То есть мы готовимся опять к изменению правил землепользования, потому что это очень большая работа. Росреестр предлагает городу привести все территории и привести и определить их статус и так далее. Мы этим занимаемся. Ну, занимаемся опять текущими вопросами, касающимися. Ну вот для нас, допустим, очень знаковый вопрос для комиссии по ЖКХ, вопрос озеленения города. Значит, по нашей инициативе глава города создал рабочую группу и она очень продуктивно начала работать. Значит, они обследовали уже несколько главных улиц, порядка там 15 главных улиц. Значит, у нас не сказать, что город не зеленый, у нас достаточно зеленый город, но мы предлагаем и с нами согласны тем, что это надо делать комплексно. Потому что необходимо пройти по всем улицам, посмотреть, а что надо менять, какие надо будет вместо тех деревьев, которые уже становятся старыми, какие у нас очень часто, допустим, какие-то дома, которые исторические, они закрываются большими тополями. Давайте подумаем, чтобы на нашем шикарном питомнике, который, ну, пока еще в стадии развития находится, там 80 гектаров, садить деревья, эти же яблони, эти же липы, клёны и так далее, которые бы не заслоняли, не закрывали наши шикарные, красивые исторические здания, а дополняли их. Поэтому вот это делается для того, чтобы делать дополнительные газоны, для того, чтобы наполнять наши паркинг, которые делаются новые на Муринских прудах и в том же Пионерском сквере и так далее. Поэтому это все будет вместе. Ну и вот эта система, программа озеленения, она будет иметь обратную связь. Потому что наши избиратели, наши жители к нам обращаются и говорят, вот мы хотели бы, чтобы, допустим, те тополя, которые находятся в кварталах, они уже пережили себя. Во-первых, у нас очень часто люди страдают аллергией, и пух тополины выбивают людей на определенное время. И чтобы можно было садить туда какие-то деревья, которые не создают вот этих проблем. То есть это обратная связь, это получение информации, это будет отчасти и доход для города, но и для того, чтобы, опять же, наш город сделать зеленее. И те же тепличное хозяйство, то же самое, попытаемся. Ну, вы понимаете, это экономика, это надо считать, насколько это рентабельно и так далее. Но, по крайней мере, вот те несколько миллионов, там, 8-10 миллионов, которые мы даем на озеленение, может быть, попробовать потратить на наш, все-таки на восстановление, для того, чтобы можно было это делать самим. Вадим Анатольевич, в конце программы вы можете поздравить тагильчан с Новым годом и Рождеством. Дорогие тагильчане, от своего имени, от депутатов Нижнедакийского городского думы, от городской думы, я искренне вас хочу поздравить с наступающим Новым годом. Ну, самое главное, чтобы ушла вот та зараза, которая уже мучает нас два года, чтобы наш город, наша страна, наш мир стал светлее, чтобы ушла пандемия, чтобы люди могли открыть свои лица от масок, чтобы мы жили спокойно, улыбаясь и зная, что все вокруг хорошо. Будьте здоровы, самое главное, мира, добра, тепла, достойных зарплат, хороших руководителей и адекватных подчиненных. Всего самого доброго. Это была программа «Депутатский прием». Сегодня подводили итоги работы Нижне-Тагильской городской думы за 2021 год. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова